Кто из вас хочет какие-нибудь охрененно классные, моднейшие, крутые кроссовки? Я думаю, ну практически все хотят, реально? Красивые кроссовки это классная вещь. И вот вы мне скинули тут кое-какой сайтик, и на нем продаются фирменные кроссовочки от Adidas. Adidas Superstar, Adidas Porsche Design, господи, даже есть такой. Ну и смотрите, конечно же, Adidas Easy Boost 350 за 4000 рублей. Ну, думаю, нормально, брать можно, все, оформляю, беру оригинал. Заполняем, значит, фамилия, имя, телефон. Вдруг это паль будет? Да ладно, ты что, серьезно, какая паль? Вон, смотри, написано 100% оригинал, скидка 85%. Просто это распродажа склада магазина Original Part. Любые брендовые кроссовки за 990 рублей. А мне почему они за 4000 тогда продают? Специальная цена при заказе комплекта кроссовок. Комплект кроссовок? А что, бывает не комплект кроссовок, а их можно по одному заказывать? Ну ладно, раз это последний день в магазине, ну, написано же оригинал. Можно поверить, да, нормально. А давайте посмотрим, сколько стоят такие кроссовочки в других магазинчиках. Вот, допустим, просто загуглил. 19, 22 тысячи рублей за 70 тысяч кроссовки? Че? 154 тысячи. Че, серьезно, я вон за 4000 беру? Зачем? 154 тысячи рублей. Кроссовки. Из чего они сделаны? Даже если бы они были прошиты золотой нитью, то они все равно не могли бы столько стоить. Кусок нейлона и резины 154 тысячи. Я точно уверен, что такую обувь беру только для того, чтобы казаться в глазах других пиздатым человеком. Типа, посмотри, что я могу себе позволить. А, тысяча долларов, блин, две тысячи долларов, посмотри, какой у меня шмот дорогой. Но если ты не пиздат вот здесь вот и вот здесь, то ты как чмошником был, таким и останешься. И не важно, во что ты одет. Ты даже смешно будешь выглядеть, если ты на себя это все напялишь. Будешь как какашка в бумажке красивой. Ты же понимаешь, что это кусок нейлона и резины. И он, в принципе, не может стоить 150 тысяч. Даже если он будет золотом прошит, он будет стоить дешевле. Когда ты покупаешь такие дорогие вещи, ты кормишь барыгу, который тебе втюхал это во много раз дороже, чем оно реально стоит. Он на тебе нажился, а ты купил, еще и довольный ходишь и улыбаешься, как дурачок. Серьезно, надо как-то знать цену вещам. Вот эта, допустим, вот вещь, вот того не стоит. Но все равно дурачок повелся. Яблочный раб, блин. О, спасибо, ваш заказ принят. На сайте никаких данных, ни телефона, ни адреса. Вообще ничего нет. Помимо этого сайта, вы мне еще в паблик ВКонтакте скидывали точности такой же сайт, только у него другой адрес. Вообще один в один просто. И цену у него везде 990 рублей. Это что, типа я так лоханулся? А, понятно, скидочки, видите ли, у них. Вот у нас страна почему-то как-то очень предвзято относится к этим всем скидкам, распродажам. Вот сейчас 28 ноября будет стартовать Черная Пятница. То есть ежегодная массовая распродажа, где по всему миру магазины будут давать жесткие скидки. Но у нас в России, насмотревшись пропагандонского телевизора, народ считает, что это все толкучка, давка, это все мясо какое-то и разводняк, и вообще бесплатный сыр. Господи, Черная Пятница, она даже проходит и в интернет-магазинах, не только вот в торговых центрах. И вообще практически у каждого уважающего себя большого магазина есть сейчас свой интернет-магазин, где можно купить реально вот тебе нужные вещи и получить еще свои средства назад. Как получить? Ну, с помощью кэшбэка Letyshops. Наверное, все слышали о нем, да? Вот с помощью Letyshops можно выжить на этих распродажах, купить все со скидками до 70%. Это во-первых. А во-вторых, можно получить кэшбэк до 20%. Так еще и получить один из пятидесяти призов. Тут и айфоны, и аирподсы новые, и пауэрбанки Xiaomi. Господи, что только нет, что надо для этого? Да ничего не надо в магазин, бежать не надо. Просто регистрируешься в Letyshops, выбираешь магазины и товары, которые хочешь купить. Да, делайте это заранее. Вот я, допустим, хочу тебе купить такие вот игровые наушники. Вот, ПК себе собрал пацанский, а звука, кроме дешевых, колонок у меня нет. Так что вот я и присмотрел себе вот эти вот Corsair Void Pro. Куплю их себе, значит, по скидочке, так еще и копеечку отложу с кэшбэка. Так что я еще рекомендую установить себе в браузер расширение Letyshops, которое сразу подскажет, можно ли вернуть в этом магазине кэшбэк. Так что, ребята, рекомендую готовиться к распродаже заранее. Там сейчас реально можно будет выхватить какие-то годные вещи. Ссылочка на распродажу будет в описании. Устанавливайте расширение для браузера, которое помогает вернуть кэшбэк. Ссылочка в описании. Давайте вскроем коробочку, кстати, где чек? Оно мне все обошлось в 4579 рублей. Кто не верит, вот вам чек, не знаю, видно, нет? Вообще непонятно, видно, не видно, да пофигу вообще. Давайте скорее достанем мои изики. Офигенные новые изики, которые я урвал за 5000, а не за 20. 35, не за 50. Паль, как думаете? Ну какая паль, там же написано оригинал. Так, и тут в коробочке, значит, среди других коробочек. Так, я, правда, здесь ожидал обувную коробку. Ну, оригинальную Adidas Easy Boots. Ну, а здесь я нахожу... Ну, наверное, нормально это бывает, да? Значит, вот они, мои изики. Так, так, так. Ну, что могу сказать? Ну, в принципе, ориг, правда, это, наверное, Рума Изи Бутс или Пума. Но, в принципе-то, то, что я ожидал, то и прислали. Качества вам какие? Плотненькие, хорошенькие. Правда, что-то рассеточка, мне кажется, не та. Ну, в принципе, ничего, вроде бы не обманули нормально. Кроссовочки, хорошие кроссовочки. Сигв. Чего, блядь? Это Рума или это Сигв? Вы уж, барыги, определитесь. Ну, вы понимаете, да, то, что? Вот это вот, это пиздос просто какой-то за 5000 рублей. Блядь, это такая параша. Какие Изи Бутс, мама дорогая. Это паленые Пумы, да еще и какие-то маленькие розовые. Посмотрите. Я вам сейчас камеру сниму, специально покажу все, что у них внутри есть. Это что нафиг внутри такое, блядь? Так вы смотрите, вот эта херовина, так она же еще и выпирает. А как ходить-то в них? Блядь, слушай, ну у этих Адидас-физиков подошва какая-то красая. Но я думаю, это специально она ортопедическая. Полностью, блин, подошвы, они даже не встают. Настолько она у них кривая, блин. Может их расходить надо? Это же все-таки качество, как-никак Адидас. Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу нормально тут клей правда немножко торчит но это у всех так бывает ну как немножко тут тупо стелька вся залита но я думаю так и должно быть да это специальная ортопедическая полосочка тут немножко тоже для амортизации прошито все как хорошо веревка стянута сороковой размер даже не знаю смогу ли это надеть ну даже на шерстяной носок полезла в принципе нормально вот что значит качество реально качественная обувь вот это вот кривая подошва она у них даже ощущается румасюида короче это кроссовки из 2020 просто знаешь вот бывает иногда приходит что-нибудь покупаешь кунть ерунду и такой ну ладно что иногда буду носить вот сейчас за 5000 купил вот эту вот вафельную обувь и я даже просто невозможно носить вот ногой чувствуется вот это вот каменная подошва которая просто жесточайшая кривая вся какая-то косая господи да чё с ней делали в общем ставь прямо сейчас лайк и я подорву эти кроссовочки нахрен вообще ко всем чертям вот этой вот гранатой которую нашел в подземелье это все-таки adidas easy boost оригинал это 2020 года вообще кроссы так что ставь лайк прямо сейчас быстрее ставь лайк и не то их подорву нахрен ты чё меня не слышишь что ли у меня шуши заложила запашок конечно идет знатный все реально горох ну что ребята так вот бывает да когда ты заказываешь хрен пойми где но в принципе это орек если чё кому надо забирать не заказывайте никогда ничего с таких левых сайтов заказы всегда с проверенных с нормальных нафиг вам вот это все надо ну и конечно не забывайте о распродаже черная пятница которая стартует с 28 ноября ссылочка будет в описании но не покупайте вот такую вот обувь а не то мне за вас будет стыдно увидимся в интернете после того как я это все приберу бля там гороха пипец это дымоход сколько стоит шмот осуши они обкоптились видно я не могу не орать вы уж извините